Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Казани. Не допустить повторения несчастья намерены в хабаровских школах. Несколько из них сегодня проверили краевые министры. Подробнее расскажет наша коллега Наталья Чернышева. В школе номер 13 решетки на окнах первого этажа и дверь на замке. Посторонние не пройдут, уверяет вахтер. Детей выпускают партиями. Родители могут попасть в учебное заведение в строго согласованное время. Меры противопожарной и антитеррористической безопасности соблюдаются. Евгений Никонов посоветовал руководству немного пересмотреть приоритеты. А как дети, например, потянут в школу с первого этажа и все решения? А у нас есть ключа? Ключа, а у нас нет. Понятно. А вот представляете, экстренная ситуация и доступа к ключам нет. Как вот эту историю можно преодолеть? Можно ли сделать так, чтобы был дубль ключа в каждом классе? Вот это надо сделать. В 13-й школе есть тревожная кнопка и система видеонаблюдения. На занятия каждый день приходит порядка 400 учеников. А вот в 30-й школе учится в 4 раза больше детей. И здесь система безопасности, по словам Евгения Никонова, лучше. Хотя решетки на окнах тоже присутствуют. Там не решетки, у нас там были не классы. И поэтому мы сейчас, если будут там дети и классы, естественно, будем все убирать. Задача руководства учебных заведений – не допустить повторения ситуации, которая произошла в казанской школе. В связи с пандемией, да, у нас разные входы-выходы. Дежурство распределено вплоть до минут. Ну, то есть 10 минут перемена стоят учителя. То есть, чтобы температуру отмерить. Вход закрыть – открыть. Значит, входы у нас все переделаны под магнитные замки. Это пожарная безопасность тоже нужно сохранять. И они и должны быть закрыты. Но если сигнализация срабатывает, эти магнитные замки, что с ними происходит? Они отключаются? Они отключаются автоматически? Да, автоматически. В школе есть штатный психолог, который каждый год проводит тестирование, чтобы выявить учеников с депрессивным поведением и суицидальными наклонностями. В таких случаях педагоги работают комплексно, подключают семью. Профилактика терроризма – это, прежде всего, работа психологов. Это работа семьи, это работа школы, это духовное, патриотическое воспитание детей. Это понимание того, что в семье происходит. И нельзя вычленить один элемент и заниматься только им. Это будет неправильно. По мнению зампреда правительства по социальным вопросам, в школах Хабаровского края необходимо внедрять опыт других регионов России и раздавать ученикам карту школьника. Наталья Чернышева и Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Карта школьника, в частности, позволяет родителям контролировать нахождение ребенка в стенах школы. На телефон взрослого приходит СМС о том, что ребенок пришел в учебное заведение или ушел из него.